Привет, друзья! Президент нашей страны подписал указ о снижении долговой нагрузки. Это беспрецедентная мера. Порядка полумиллиона человек освободятся от кредитов, выберутся из долговой ямы. Объявленная мера, друзья, является вынужденной. И да, действительно, когда мы рассматриваем все ситуации, которые произошли с нашими подписчиками и клиентами, думаем, что творится какой-то беспредел. В этом выпуске мы разберем, кого коснется этот указ. Итак, поехали! Начнем с банального. Наибольшее количество обращений по проблемным кредитам к нам поступает с Каспий Банка и Банка Хомкредит. Это безусловные лидеры по предоставлению потребительских займов, выдаваемые до 1 миллиона тенге. Мы не посягаемся на их репутацию, тем более они очень прочно стоят на ногах. Это констатация факта, так что без обид. Как все происходит? Клиент за клиентом обращается к нам с одной и той же проблемой. Сделав анализ, мы пришли к единому мнению, что недовольство как раз таки клиентов вызывает действия самих организаций, которые выдали эти кредиты. Давая кредиты, банк скрывает от глаз народа все скрытые условия и проценты. Никто не разъяснил, как нужно пользоваться займом. У людей могут возникнуть трудные жизненные ситуации, болезнь. Кто-то попал в ДТП, кого-то уволили с работы, и по таким случаям очень мало предоставляется льготные периоды и отсрочки по платежам. В итоге у нас бешеная переплата. Не выдерживать никакой критики и дальнейшее поведение таких организаций, когда ваша задолженность передается коллекторским агентствам, а те в свою очередь нагибают простых юридически неподкованных граждан. Давление вообще арест ставится на документацию, оформленное имя вас. Это ваши банковские депозитные карточки, счета, банковские выезды из-за границы по городу у вас также будет ограничено. Права ваши будут также недействительны со сроком на 7 лет. Если до сегодняшнего дня у вас имеется накопление в едином пенсионном фонде, оно у вас автоматически аннулировано. Зачастую суды по взысканию банковской задолженности проходят без участия самих заемщиков. И это лишает возможности отстоять свои права и защитить интересы на данной стадии. В последующем решение суда обжаловать становится для юридически неподкованных граждан невозможным, либо затрудительным. А на имя адвоката я вообще молчу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Все это, конечно, влияет на настроение граждан. И эта мера со стороны государства как бальзам на рану. Сегодня перед страной стоят большие задачи по укреплению государства, развитию экономики и повышению уровня жизни граждан. Хочу сообщить, пользуясь возможностью, и вы, между прочим, узнаете об этом первыми, что сегодня я подписал указ, предусматривающий беспрецедентные меры социальной поддержки нуждающихся граждан. Как глава Казахстана я, конечно же, не могу оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому я поручил правительству в порядке одноразовой акции принять следующие меры. В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из выше названных мной категории граждан государства погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. В список президента попали многодетные семьи. Семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца. Семьи, имеющие детей инвалидов. Инвалидов с детства старше 18 лет. Получатели государственной адресной социальной помощи. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Не достигшие 29 лет. Потерявшие родители до совершеннолетия. В список президента также попали займы, по которым общая задолженность не превышает 3 миллионов тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. А также займы, по которым размер погашаемой задолженности, состоящий из основного долга и начисленного по нему вознаграждения по состоянию на 1 июня 2019 года, не превышает 300 тысяч тенге на одного заемщика. Это означает, друзья, что кредит каждого, кто попал в этот список, уменьшится на 300 тысяч тенге либо погасится полностью. Государство планирует погасить для 250 тысяч человек полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге. Ну и немаловажная новость для всех граждан. Все, кто имеют бездалоговый и потребительский кредит в банках и микрофинансовых организациях, будет списана пеня и штрафы по состоянию на 1 июля 2019 года. Так что все эти схемы с бесконечными пенями и скорингом обречены на неудачу. Национальному банку Республики Казахстан поручено сделать запрет начисления неустойки, комиссии и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просрочкой задолженности свыше 90 дней. Также теперь будет запрещено предоставлять займ гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Кто имеет право так говорить? Кто? Никто! Человек сам решает, в какую сторону ему повернуть. Право каждого быть именно тем, кем он захочет быть. Ну и главное, друзья, что нужно сделать, чтобы попасть в список, состоящий из 500 тысяч человек, которым простят долги? Пока ничего. В настоящее время правительством совместно с Национальным банком Республики Казахстан и акиматами областей принимаются все необходимые меры для реализации указа главы государства. Надеемся, друзья, что это произойдет в ближайшее время. Как только на свет выйдут соответствующие нормативно-правовые акты, станет понятен механизм действия. Ну а пока, друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости по правам человека. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Это был первый правовой YouTube канал Казахстана. С вами был Кайрат Жасулан. Всем огромной удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok